Привет, дорогие друзья! С вами снова Дугмама Аня и со мной сегодня наша Эвочка Ланкаширский хиллер, одна из редчайших пород в России Таких собак, как Эва, в России не больше десяти А официально зарегистрированных ланкаширских хиллеров в России всего три Так вот, как я и обещала, сегодня я покажу щеночков нашей Эвочки И саму Эвочку тоже их мамочку Щеночков у нас три И этот... кто-то там пукнул У нас три щеночка, два мальчика и одна девочка Так что вот, давайте посмотрим на них, и я о них немножко расскажу Кто следит за нашим каналом и за выпусками каникулы у бабушки Тот помнит, как наша таточка, так называемая бабушка Софиевна Летом уехала на секретную миссию в Санкт-Петербург А мы тогда предлагали вам отгадать породу собаки, с которой она поехала Несколько людей даже отгадали А секрет заключался в том, что Эва ездила к своему мужу, папе ее будущих детей А 17 октября этого года Эвочка родила трех прекрасных малышей Одного коричнево-подпалого сыночка и двух черно-подпалых мальчика и девочку Сейчас щеночкам даже меньше месяца А они уже совсем не малыши, в отличие от того, как выглядят щенки Чухуам и Нипенни Они уже открыли глазки и начали гулять, играть и общаться Мама постоянно следит за ними и кормит их своим молочком Вот такая милая троица теперь появилась в нашей семье И мы безумно этому рады А вообще, ланкаширский хиллер – это порода миниатюрной пастушки и собаки Универсального назначения из Великобритании Это очень умная, веселая и ласковая собака, любящая свою семью и безгранично преданная ей Они очень активные и подвижные, но достаточно хорошо приспосабливаются к жизни в городской квартире В отличие от большинства пастушьих собак, они могут обойтись коротким выгулом, если у хозяина нет времени Эти собаки хорошо переносят любые климатические условия и неприхотливы к пище А их короткую шерсть достаточно вычесывать раз в неделю и купать в случае необходимости В общем, это сообразительная, в меру активная и неприхотливая собака Еще и небольшого размера, а потому отлично подходит тем, у кого не слишком много места дома Или кто любит путешествовать со своим питомцем, но не хочет заводить декоративных чиха, йорка или другую подобную породу Но о породе ланкаширский хиллер мы обязательно снимем отдельное видео Ведь это такая редкая порода в России Ну а пока знакомьтесь с этой милой малышней Сейчас у них есть свои домашние клички, но если вы, посмотрев на них, придумали какое-то интересное имя Напишите в комментариях, нам очень понравились ваши идеи по поводу имен для щенков Мэнни Пенни И да, не забудьте написать свои ответы на вопросы Знали ли вы о существовании породы ланкаширский хиллер? И видели ли вы когда-нибудь их в жизни? Если хотите посмотреть ролик о том, как они подросли и изменились Ставьте лайк этому видео и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые ролики Так что, дорогие друзья, любите своих собак и будет вам счастье! Привет, Аня! Привет всем! Привет, Мэнни Пенни! Привет, ребята! Софи, смотри, ведьма пришла! Да, я вижу! Давай, Эйвен, сделай что-нибудь приятное! Привет, Софи! Привет, Ведьма! Привет, Эйвен! Да, привет! Да, привет, ведьма! Ага, да, и я пошел! О, хорошо тут дома! Эйвен, не будь дураком, скажи ей что-нибудь приятно! Я уже сказала как-то комплимент! Нет, только не такой! Девушек нужно любить и подарки дарить ей! Приятные слова! Приятные слова, приятные слова, подарки... Я не знаю, что сказать! Делай этим сюрпризы! Кормить вкусно! Обнимать их и целовать! Чмок-чмок! Стать им настоящим другом! От тебя, маленький. Птица, отстань. Я же не девочка. От тебя, честь. Отстань, птица. Я тоже не девочка. А можно еще им наряды красивые там дарить? Ладно, я пошел, скажу ей. Эйвен, только не так, как в прошлый раз. Да, я скажу комплимент из наших комментариев. Ведьма, пойдем, Эйвен, кое-что тебе очень хочет сказать. Сейчас, секунду. Ой, главное, чтобы не фигню. Давай, Ивасик. Ведьма, привет. Привет, Эйвен. Ведьма, ты похожа на дроида. У тебя все такое длинное. Лапы, морда и хвост. И вообще-то вся такая длинная. А что оно такое? На дроида? Спасибо, Эйвен. Извини, мне пора. Ха-ха. На дроида? Да. Она похожа на дроида. Да, уже, Эйвен. Подожди, я имел в виду, что классно, что ты на дроида похожа. Все ясно, Эйвен. Мне пора. Извините, вынуждена вас покинуть. Я похожа на дроида. Кто такие вообще эти дроиды? Может быть, нужно посмотреть картинки дроидов? Может, это какие-то феи, прекрасные, симпатичные? Может, он правда хотел сделать комплимент? Может, это не так плохо, что я похожа на дроида? Ох, Эйвен, на дроида, блин. Я буду учить Эйвена общаться с девочками, хорошо? Ладно, Эва. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.